Привет всем подписчикам и зрителям нашего канала. В этом ролике мы подробно измерим характеристики отопительной печи КВЧ Тарнацов. В течение одной недели я отопил и измерял характеристики отопительной печи, чтобы подобрать наиболее достоверный и стандартизированный метод тестирования. В итоге остановился на варианте измерения характеристик печи по замерам температур на всех сторонах печи. По точкам расположенным на разных уровнях в соответствии схемы измерений показано на форуме евгения колчина stovomaster.ru Ссылку на тему с основами измерений при испытаниях печей я оставил под роликом. Чтобы вы при желании могли пользоваться этим методом, сделать измерения своих печей и сравнить их с моими. Коротко опишу этот метод. Точки для измерения температуры я нарисовал на рядах номер 6, 14, 20 и 26 посередине каждой из сторон печи. Дальше отопил печь 8 кг сухой березы и фиксировал температуру каждые 30 минут, начиная с 17 часов вечера до 10 утра, что в общем составило 17 часов. При этом для составления графика измерения температур я использовал отрезок времени с 18.30 до 10 утра, то есть через час после растопки печи. А для расчета интересующие меня цифры средней температуры печи по всем стенкам при двухразовой топке, отрезок времени с 18.30 до 6.30 утра. Все печи этого размера я буду измерять при таких же условиях по этому методу. Так как это мой первый опыт подобных измерений, я конечно произвел не все как указано в методе, в частности печная задвижка и поддувала при топке печи у меня были почти полностью прикрыты, и я не использовал в измерениях показатели газоанализатора, что в дальнейшем постараюсь исправить. Все показатели температур с точки каждой стороной я записывал в такие таблицы. В этой таблице показана температура передней стенки печи на 6, 14, 20 и 26 ряду. Разные отрезки времени длиной по 30 минут. При этом зеленым цветом обозначена температура, которую я снял на видео и показываю в этом ролике. Строки белого цвета я заполнял исходя из среднего убывания температур между двумя известными отрезками. Основной показатель этой таблицы это цифры из крайней правого столбца, где показана усредненная температура по всей высоте передней стенки печи в разные отрезки времени. Такие же вспомогательные таблицы я сделал по всем отдельным стенкам печи. При этом одна из точек замеров находилась на топочной дверце, которая нагревалась при топке выше 200 градусов. В ячейку таблицы, соответствующей этой точке на метр горения дров и углей, я вносил температуру с 14 ряда, поскольку она наиболее близко, показывая среднюю температуру нагрева кирпича в районе топливника. То же самое дело с точкой 20 ряда на правой стороне печи, которая сильно нагревалась от причесной дверцы. Средняя температура по отдельным стенкам печи, полученной в этих таблицах, я собрал в этой сводной таблице. В крайнем правом столбце я получил среднюю температуру всех поверхностей печей каждый отрезок времени. В нем мы видим, что максимальный нагрев стенок печи 68,6 градусов был в 8 часов вечера, то есть через 3 часа после начала топки холодной печи. И после этого печь медленно остывала. Самым важным показателем для дальнейших сравнений печи этого размера у нас находится в крайнем правом углу и составляет 49,4 градуса. Это средняя температура всех стенок печи за 12 часов наблюдений с 18.30 вечера и до 6.30 утра. Показатель максимального нагрева 68,6 градусов я тоже записал. Но он не столь важен, как средняя температура с 12 часов. Тем более, что при прочих равных в идеале у печи не должно быть ярко выраженного пика высокой температуры, так как он может сильно влиять на надежность печи и общий срок службы. Для наглядности на основе сводной таблицы я сделал график изменения средних температур с 6 вечера до 10 утра. Ничего интересного в этом графике нет. Но когда у меня будут результаты испытания остальных печей этого размера, я наложу линии диаграмм друг на друга. И это позволит сделать много выводов о преимуществах и недостатках теплоотдачи различных конструкций печей. Второй метод измерения эффективности печи – это измерение разности температур в топливнике и дымовой трубе. При прочих равных показателях, чем меньше температура дыма в трубе, тем эффективнее конструкция печи. При этом она не должна быть меньше 150-200 градусов, иначе в трубе будет кипиться конденсат. Печевой к 14 при протопке 8 кг. дров. Спустя 30 минут после растопки были вот такие температуры. 750 градусов в топке и 360 градусов в канале на два ряда ниже печной задвижки. При этом при протопке печи я полностью прикрывал подувала и почти полностью печную задвижку, чтобы горение было не сильно активным. Через час после растопки и через 15 минут после второй закладки дров температура была вот такой – 800 градусов в топке и 380 градусов в трубе. На такую высокую температуру в трубе могло повлиять, во-первых, помощью шахи березового дрова, во-вторых, при начале топки печи я сразу разжегл примерно 5,5 кг сухих дров и при второй закладке оставшиеся 2,5 кг. При протопке этой печи в тех же условиях по 4 кг дров температура была намного приемлемей. Сейчас вы увидите на экране температуру в топке 700 градусов, в трубе 265. Весь мой опыт работы с колпаковыми печами говорит о том, что у них температура уходящей газа в трубу всегда ниже по сравнению с канальными печами. Но, судя по всему, при таком малом размере печи 2х2 кирпича колпаку ИОК-14 работает не совсем полноценно. Задумка о том, как ее исправить, у меня, конечно, есть, но ее я покажу в одном из следующих роликов, если эксперимент по модернизации этой печи окажется эффективным. Как бы там ни было, пока сравнивать и анализировать эффективность работы ИОК-14 не с чем. Поэтому запишу в таблицу оба показателя температур. 750 на 360 при 5,5 кг дров в топке и 700 на 265 градусов при 4 кг дров в топливнике. И после полных измерений других печей постараюсь сделать выводы. Обращаюсь к зрителям и подписчикам нашего канала. Ролик, который вы сейчас смотрите, никогда не наберет большое число просмотров, так как он интересен только узкому кругу печников с запросом на глубокую информацию о работе печей. Но без таких роликов вся информация от блогера или даже субъективная отзыва владельца подобных печей не стоит ничего, на что можно было потратить свое время. Поэтому, оставляя свой лайк и комментарий по таким роликам, вы помогаете мне делать более сложное и интересное видео, которое в свою очередь уже набирает миллионы просмотров. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до этого момента. По возможности оставьте свой комментарий и проверьте колокольчик подписки. Без него YouTube не будет оповещать вас при выходе новых роликов. Всем удачи, дальше будет только интересней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok